От постимпрессионизма к русскому сезонизму и супрематизму в Самаре проходят Дни Эрмитажа. В рамках программы в областном художественном музее состоялась лекция о крупнейших течениях минувшего века. Какая связь между Сезаном и Черным квадратом Малевича? И почему Ван Гог лишил себя уха? Ответы дала эксперт из северной столицы. Вообще я очень рада участвовать в таких Днях Эрмитажа в Самаре. Дело в том, что не у всех есть возможность поехать в Эрмитаж, Эрмитаж посетить. Но даже те, кто приезжает в Эрмитаж из других городов, как правило, они знакомятся с музеем в плане такой обзорной экскурсии. Вот самые главные вещи только по верхам. А вот в ходе таких программ, как та, что идет сейчас, у зрителей из разных городов, вот теперь из Самары, есть возможность поговорить о каких-то отдельных аспектах, погрузиться в них очень глубоко. Лектор рассказала, что вопреки сомнениям обывателей, основатель супрематизма Казимир Малевич, конечно же, умел рисовать. Согласно общепризнанным классическим канонам. Более того, он был самородком. И, судя по ранним картинам, не зная полотен импрессионистов, открыл технику живописи ради цвета самостоятельно. Пандемия внесла коррективы в проведение лекции. Вход в аудиторию ограничили с учетом шахматной рассадки. Вы даже записывали. Ну, в общем, да, потому что тематика интересная. И тем более не настолько я хорошо в этом ориентируюсь, в этом виде искусства, чтобы просто это все запомнить. Лекция содержательная. Я сама тоже художник. И мне это помогло разобраться в том, как исторически повторяется вот это все течение в каких-то других тоже отраслях. Достаточно случайно попала. Меня вот подруга пригласила. И я просто обескуражена, потому что это удивительно, что у нас такое вообще проводит в Самаре. Телеканал «Самары ГИС» ввел прямую трансляцию лекций на ютуб-канале. Поэтому узнать самые интересные факты о живописи 19-20 веков смогли и те, кто не попал в музей. Только за минувшие выходные трансляцию воспроизвели несколько сотен раз. Увидеть записи лекций можно и сейчас на наших официальных страницах в соцсетях. Гульфия Сафина, Василий Колдашов, Константин Головин. События.